Всем привет, с вами Игорь. И сегодня хочу поделиться своими впечатлениями от своего же солнечного отопления. Вот, ну, кто не знает, вот первый раз зашел на канал, у меня альтернатива есть. Это коллектор солнечный, воздушный, 6 метров квадратных, большой, это такое вспомогательное отопление. Солнечная электростанция без инвертора, КБ, тепловой насос, ветряк, ну там, заходите, смотрите. Я все плейлисты оставлю, ссылочки в описании. Но сегодня именно про солнечное отопление. На сегодняшний день, вот сейчас у нас сегодня 27 октября, я еще ничем не отапливался, кроме солнца. Вот ничем. Очень солнечные дни, сентябрь, октябрь, получились очень солнечными. Даже моя вот солнечная электростанция в этом месяце, ну уже я сейчас вижу, что если и так и дальше будет, то даже больше выработает, чем положено, ну, для 8-киловаттной электростанции в октябре месяце в моем регионе. Даже больше. Ну, посмотрим еще в конце месяца, не буду наперед говорить, но, по-моему, да. И все эти киловатты, а это уже там почти 500 киловатт, пошло в отопление дома. Плюс, ну, у меня 8-киловаттная солнечная электростанция. Я там уже поподключал ТЭНов, все. Вот. Потом еще покажу обогреватели. Все у меня работает. Ну, там получается, даже в солнечный день, так как у меня поля смотрят в разные стороны, у меня я больше, чем 5-6 киловатт все равно никогда не вижу. Вот. Даже вот такие супероптимальные условия, но больше, чем 5-6 киловатт нет. Ну, это естественно, потому что одно поле у меня юго-запад направленное, а второе юго-восток. Вот. Вот. Я специально так сделал, чтобы иметь, как бы, целый день нормальную мощность, там, для, например, готовки пищи, там, ну, и так далее. Вот. Коллектор солнечный, ну, так, по моим расчетам, 6 метров квадратных, там, если около примерно 400 ватт по таблице в моем регионе зимой падает на квадратный метр, ну, примерно 400 ватт, то получается, что где-то он 6 на 4, 2,5 киловатта, ну, там, минус потери, минус непрозрачность такая, ну, не очень хорошая прозрачность поликарбоната, вот, ну, пускай 2 киловатта. 2 киловатта коллектор точно дает, я даже вижу вот так вот по мощности, какой он нагревает. Он, ну, когда он включается, вот, это, ну, я не знаю, там, буквально за через 10-15 минут уже начинает на градуснике расти температура уже выше, поднимается. Ну, прогоняет воздух мощный вентилятор, прогоняет воздух очень быстро, я не знаю, ну, наверное, за 20 минут весь воздух в моем доме, это надо считать, конечно, но, по-моему, он его весь продувает за минут 15-20, а может быть и меньше через коллектор. Вот, и вот это вот в купе отопления вот такое вот, как я уже, ну, я говорил, но еще расскажу, оно не может быть, солнечное отопление, как основное, оно может быть как вспомогательное, дополнительное, там, для экономии основного отопления, там, газа, дров, тепловой насос, тот же электроэнергии, но для экономии основного вида отопления, это, это просто супер, Я вам отвечаю, это просто супер. У меня уже соседи, они раньше газом топились, но сейчас, наверное, газ подорожал. Ну, сосед не бедный такой. Но, вижу, стал топить дровами. Стал топить дровами. Или сейчас ему подняли тариф, может быть, я не знаю, или типа там богатые пускай заплатят за бедных. Я не знаю, короче, точно не буду говорить. Но он стал топить дровами, хотя сосед не бедный. И он уже топит больше месяца дровами. Я еще вообще ничем не топил. Ни дровами, ни тепловым насосом. Были, правда, там такие не очень солнечные дни. Там были даже целый день пасмурно было. Но панели, они все равно работают. Даже если пасмурность такая, ну, если не совсем темная пасмурность, конечно. То панельки все равно какую-то энергию выдают. На бойлер хватает. А, кстати, у меня же еще и бойлер греется. То есть у меня солнечное отопление, это не только отопление, еще и воду греет в бойлере. Вот, так вот классно получается. Да, вот. То панельки работают. Коллектор, конечно, если нет солнца, он не включается вообще. То есть для коллектора надо, чтобы хотя бы было видно солнце. Там пускай дымка небольшая есть, но солнце должно быть видно. Чтобы какой-то нагрев получался. Тогда срабатывает терморегулятор. Отключается коллектор. Панели же они работают и при пасмурности, и большой. Ну, правда, мизер выдают. Но 8-киловаттного поля на бойлер таки хватает. Тем более, что у меня так оно там настроено. Что если там, ну, первую очередь греется бойлер. В первую очередь. Когда он уже там превышает напряжение какое-то, тогда уже включается обогреватель. Один, второй, третий, четвертый ТЭН обогревателя. Но если нет там большого напряжения, там, и оно не может достичь, потому что бойлер тянет, малая инсоляция, солнечное излучение, то остальная нагрузка просто не включится. Там реле напряжения простое. Там смотрите у меня в плейлисте, там я это все показываю, рассказываю, как эта схема устроена на реле напряжения, там и твердотельные реле для коммутации. И все это работает прекрасно. Мне нравится. Ну, немного клацает, но я уже привык к этому клацанию. Вот. Вот как-то так. Хотел вот тоже с вами поделиться вот этой вот радостью такой своей. Вот у меня такие, ну, у меня эмоции, можно сказать, так вот побудили, да, что вот такое вот действительно имеет место быть солнечное отопление. Вот такое. Оно, еще раз повторюсь, не может быть как основное, потому что сегодня солнце есть, завтра его нет. Ну, в прошлом году я включил, начал включать свой тепловой насос в начале этого, ноября. Да, в начале ноября начал включать. Там еще есть у меня видео, первый пуск теплового насоса. Вот. Вот, когда я его начну включать в этом году, я еще не знаю, потому что сейчас погода довольно-таки солнечная, дни солнечные, и может быть я еще и не знаю даже, когда включу. Но когда включу, тогда я вам все это покажу, расскажу. Но сейчас, сейчас я еще раз говорю, полностью отапливаюсь только солнцем. Только солнцем. Мне сейчас больше не надо никакой отопления. Ни дрова, ни газ, ни электроэнергия, ни тепловой насос у меня стоит. Вот. Ждет, так сказать, своего часа. Но сейчас солнце рулит. Солнце сейчас рулит. Это действительно можно отапливаться солнцем, ну, до ноября месяца, вот как показывает мой опыт, легко. И я думаю, с весны там уже, ну, где-то с марта месяца, а может быть даже еще и раньше, тоже солнечное отопление будет рулить. А может быть даже и с февраля. Ну, будем смотреть тоже, какая будет погода солнечная, когда я уже, ну, перестану включать тепловой насос там, или буду включать ее только по ночам, там тоже. Я это буду все показывать. Вот. Так что получается, основное отопление у меня тепловой насос, оно будет работать только, ну, ноябрь, декабрь, январь и даже, наверное, не весь февраль. Получается, что 3-4 месяца всего-навсего, всего-навсего. А вот этот вот осень, весна вполне можно отапливаться в солнечные дни. И даже больше вам скажу, что даже зимой, когда есть солнце, когда есть солнце, я тепловой насос в прошлом году не включал. Да, солнце, мой коллектор, он нормально и выдает температуру даже в мороз. И я это показывал и еще покажу. Вот. То есть ему низкая температура за бортом на улице, она не влияет на температуру в самом коллекторе благодаря толстому пятислойному поликарбонату. То есть тепло туда излучение проходит, ультрафиолет, там все вот эти вот лучики, да, ну сколько проходит. Конечно, какая-то задержка есть через поликарбонат. А назад уже в виде инфракрасного изучения от листа металла, оно уже не выходит, потому что поликарбонат уже, ну, он довольно теплый, он его уже не выпускает. И все это тепло заходит мне дома. Ну, а солнечные электростанции панелям наоборот. Чем холоднее на улице, тем лучше, тем они больше выдают напряжение, ток и мощность. Вот. Об этом я хотел с вами поделиться. Короче, еще раз вывод, солнечное отопление это классно, это супер, оно рулит, вот. Но как вспомогательное, дополнительное, но не основное. Основное там любое другое может быть, там дрова, газ, я не знаю, чем вы там отапливаетесь. Но для экономии основного вида отопления, солнечное отопление, это просто супер. Солнечный коллектор, панели или то и другое, лучше всего, наверное, мне кажется, комбинация из того и другого. Вот. Это просто супер. Поэтому делайте солнечные коллектора, вот, и все такое. Можно солнцем вполне обогреваться. Солнце, ну, имеет достаточно энергии, даже в октябре месяце, обогреть наши дома. Это вполне реально и зависит это только от размеров коллектора или от количества ваших солнечных панелей в киловаттах. Только от этого это зависит. И все. Вот. Так что, вот такое. Так что, я же говорю, проблемы с газом. Вот сейчас эта проблема с газом, она, ну, надуманная. Ее проблемы такой нет. Вполне это все можно решить. К этому надо было готовиться. Это такая вполне предвиденная была ситуация. Еще давно предвиденная. Вот. Я это, ну, лично я это, не знаю, предвидел еще много-много лет назад, что такое будет. Энергоносители будут дорогие и еще будут дорожать. Электроэнергия, она все равно подорожает до среднеевропейского уровня. Ну, не на этот год, а на следующий год, весной, там, по-любому. Это только вопрос времени. Просто вопрос времени. Поэтому, кто думает заниматься альтернативой, правильно думает. И начинать лучше, чем раньше, тем лучше начинать, вот, чтобы потом это все было легче реализовать. И кто знает, сможете ли вы потом это сделать, когда вам уже оно захочется. Вот сейчас вы там смотрите, да, еще вроде электроэнергия недорогая, да, зачем эти панели, зачем этот коллектор, там, или тепловой насос. Я еще платить могу, но потом, когда уже вы не сможете платить, то вы уже больше всего, что вы не сможете и сделать эту альтернативу. Тот же коллектор солнечный. Ну, поэтому я же говорю, никто не знает, что будет завтра. Если я могу это сделать сегодня, то я это сделаю. Потому что я не знаю, смогу ли я это сделать завтра, когда я буду точно уже знать, что оно мне надо. Если у меня сейчас какие-то вопросы есть, там, об окупаемости или еще что-то такое. Вот, так что, вот это вот я хотел сказать. Солнечное отопление сейчас рулит. И сейчас мне не нужно никакое другое отопление. Мне хватает вполне солнца, солнечного коллектора и солнечных панелей. Ну, все. Если какие-то вопросы, заходите, смотрите плейлисты. Там все у меня есть, как у меня это все организовано. Организовано, спрашивайте, пишите комментарии. Всем пока, до следующих видео.